Находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с нашими гостями и экспертами. У нас крупные эксперты, я бы сказал, Иван, расскажи, что ты тут делаешь на выставке, какие у тебя ожидания от выставки, от всей недели в целом? Я приехал, как и все остальные сюда, приехал по делу. Я здесь веду секцию по e-commerce, у меня здесь запланировано несколько встреч, сейчас я еще похожу тоже по выставке. Неделя ритейла очень крупное мероприятие, для ритейла одно из крупнейших, и очень здорово здесь всех увидеть. Какие ожидания от аудитории, от рынка в целом? Как дела у рынка в 2019 году? Он стартанул хуже, чем в 2018, и так же, лучше? То есть какие-то тренды, какие-то движения на рынке? Ну, стартануло все так же, как в 2018, и тренды, которые были, а у нас точно так же, они и есть. Идет маркетплейсизация, потребители постепенно обучаются лучше покупать в интернете. Сейчас, наверное, самый ключевой тренд, который вот-вот наступит, знаешь, такой на пороге стоим, это торговля FMCG, фудом в интернете. Вот-вот будет прорыв, буквально вот в этом году, может быть, следующий. Мы все в ожидании его, и надеемся, что будут сняты некоторые административные барьеры, и тогда вообще все заколосится. Не убьет ли вот этот вот интернет FMCG продажи традиционную оффлайн продажу продуктов в магазинчиках, в стрит-ритейле и так далее? Ну, оффлайну необходимо перестраиваться, и это во всем мире так. Но обратите внимание, что Amazon чуть было не убил даже Best Buy, а это же, ну, гигант был. Всем необходимо перестраиваться, учитывать интернет в своей деятельности, интернет-торговлю становиться омниканальными и прочими. Да, потому что маркетплейсы международные, крупные, российские, постепенно будут, знаете, как волк, санитар леса, вот так же маркетплейсы будут постепенно убивать тех, кто не вышел в новую зону эффективности. Кроме того, что ты спикер здесь на делой программе, у тебя есть своя конференция, которую вы проводите. Можешь ли ты сравнить в предыдущих годах, вот в этом году стало лучше, легче, сложнее? У нас есть один важный элемент в конференции, она по датам проходит рядом с форумом ВТБ, на который приезжает Путин. И у нас это такая зона турбулентности, в которой у нас не изменяется много лет, и мы вот, я вот, например, сейчас назову, что мы 10-11 октября, а потом Путин скажет, что он в другие даты хочет, и мы будем в другие даты. Конференции, я могу сказать, что последние несколько лет нам проводить стало немножко проще. Почему? Потому что у нас вымирали почти все конкуренты. То есть крупных конференций по e-commerce, ну там, наша, остальные все меньше размером. Но мы боимся, что нас вот-вот кто-нибудь сейчас еще очередной укусит за пятки, и нам придется снова, ну, еще какой-то шаг вперед сделать. Я могу сказать, что с годами все больше и больше участников из всей страны, из соседних стран понимают, что хотя мы занимаемся интернетом, необходимость живого общения для понимания, как устроена жизнь у других людей, она четко осознается людьми все больше и больше, и к нам все больше и больше приезжают там, не знаю, из регионов, из самых отдаленных, из Сургута там, еще откуда-нибудь. Вот такие изменения. Спасибо большое. Вот такие мнения звучат на неделе российского ритейла. Не переключайтесь, скоро включены с новыми гостями. Спасибо.